Поднялась температура, разболелся желудок, кольнуло сердце, прихватило спину. Наш организм может дать сбой в любой момент. Однако в сезон простуд многие предпочитают переходить легкое недомогание на ногах, лишь бы не идти в поликлинику, где есть риск подхватить инфекцию от гриппующих пациентов и, как следствие, улечься в постель уже надолго. Согласитесь, решение не самое правильное. Куда разумнее будет вызвать врача на дом. Врач-терапевт, педиатр, лор или невролог проведет осмотр пациента, предложит схему лечения, проконсультирует по возникающим вопросам. Однако стоит учитывать, что больничные листы доктора частных клиник выписывать не вправе. Зато вы можете рассчитывать на их помощь даже в выходные и праздничные дни. Чему отдать предпочтение? Государственной или частной медицине решать вам. Главное, чтобы здоровье к вам вернулось как можно скорее. Как вовремя распознать болезнь, чтобы вызвать на дом нужного врача? Об этом в программе «Семейный доктор» в эфире Тутбай ТВ расскажет заведующий отделением помощи на дому медицинского центра ЛАДЭ Игорь Волынец. Начинается сезон простуд. Симптомы гриппа – веский повод вызвать врача на дом. Кашель, насморк, температура. Что это? Обычная простуда или грипп? Как отличить? Мгновенная простуда начинается постепенно. Со слабости, недомогания, подъема температуры до невысоких цифр. Например, до 38. Присоединяются также катаральные явления. Это насморк и влажный кашель. Грипп же начинается внезапно с резкого подъема температуры свыше 39 градусов, сильной слабости, головокружения и отсутствием каких-либо катаральных явлений. Ни насморка, ни влажного кашля. Гриппом болел, наверное, каждый. Да еще по нескольку раз. Поэтому часто люди относятся к этому заболеванию весьма легкомысленно, пытаясь переходить его на ногах. Чем может обернуться такое отношение к больному организму? Грипп может осложниться пневмонией, поражением сердца, головного мозга, может наступить обострение имеющихся хронических заболеваний. Поэтому гриппу нужно отнестись серьезно, лечить его, дабы избежать этих неприятностей. Вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, то есть его можно подхватить в любом общественном месте. Как защитить свой организм? Во-первых, вакцинироваться раз. Далее, когда уже в эпидемию гриппа, используют маски и оксалиновую мазь. Оксалиновая мазь наносится на слизистые носа. Это защищает от заражения гриппом. Можно одеть маску. У нас как-то маски не принято одевать как-то из чувства ложного, так сказать, какой-то стыдливости. Но это очень эффективно и вполне допустимо и приемлемо. Если прошло два часа, значит, надо маску менять на новую. Одно дело – защитить организм. Другое – повысить его устойчивость к вирусам. Посоветуйте, как укрепить иммунитет. Для этого нужно правильно питаться, для этого нужно соблюдать режим труда и отдыха, достаточно спать. В период эпидемии употреблять поливитамины и стимулятор иммунитета, например, на основе растений, как и хиноцеи, например. Это замечательно. Далее, следует избегать вредоносного влияния стрессов. Стараться как-то спокойно на все реагировать. То бишь, такой вот щадящий образ жизни, он способствует крепости иммунитета и устойчивости к гриппу. А если уберечься все-таки не удалось, и ты чувствуешь, что болезнь вот-вот тебя накроет, что предпринять в таком случае, можно ли предотвратить развитие заболевания? В аптеках продаются без рецептов противовирусные препараты. Их можно свободно купить. И я рекомендую в ситуации такого вот предчувствия, что вот-вот заболеешь, сходить в аптеку, купить и принять их в профилактических дозах. Если больной отказался от госпитализации, то как должно проходить его лечение в домашних условиях? Медикаменты, питание, режим? Режим должен быть постельным. Питание полноценным. Кушать нужно 5-6 раз в сутки, но понемножку. И к питанию относиться как к лечебному средству. Снижен аппетит, на это не обращать внимания. Нужно пить много жидкости. За сутки следует выпивать 2-3 литра жидкости. Далее, достаточный сон, проветривание комнаты. Хорошо бы приобрести увлажнитель для комнаты. Далее, из лекарств. Все те же противовирусные препараты, но уже в лечебных дозах применять. Далее, жаропонижающие. Все они однонаправленного действия и высокоэффективны. Как себя вести, если заболел кто-то из домашних? Ведь контакта с ним избежать никак не удастся. Больного следует поместить в отдельную комнату, выделить ему отдельную посуду. Заходя к нему, близкие должны одеть маску. Понятно, что простуду лучше на ногах не перехаживать, а дать себе время отлежаться. Но некоторые люди выходят на работу сразу же, как только почувствуют малейшее облегчение. Некоторые рвутся в бой сами, других вынуждают обстоятельства. Как специалисты скажите, достаточно ли 3-4 дней на то, чтобы оправиться от вирусной инфекции? При простудах и особенно гриппе не нужно геройствовать и перехаживать на ногах. Нужно отлежаться дома. Сколько дней понадобится? 3-4, 5-6 или 10? Это все зависит от вашего состояния, крепости вашего иммунитета и, так сказать, вирусной агрессии. И кроме того, заболевший простудой и гриппом заразен. Даже по статистике, один заболевший гриппом может заразить 200-300 человек за день. Считается, что народная медицина лучше, чем химия. Можно ли в фитотерапии вылечить грипп? Я бы не противопоставлял бы химию и растительные препараты. Они должны работать вместе, в комплексе, содружественно и дополнять друг друга. Важно то, что следует при гриппе вызвать врача, чтобы врач расписал лечение. А не заниматься самолечением, приемом различных народных средств, типа трав и тому подобное. Это опасно, ибо грипп может дать осложнение. Правда ли, что чеснок способен защитить от гриппа других простудных респираторных заболеваний? Чеснок при гриппе совершенно никакого действия не оказывает. Более того, он дает такое неприятное амбре, что окружающим неприятно. Это раз, а второе, чеснок раздражает все внутренние органы, желудок, поджелудочную железу, печень, почки. Поэтому много чеснока не есть хорошо. Не за горами Новый год, а в первые дни после праздников у врачей по статистике прибавляются работы. Пищевые и алкогольные отравления занимают в верхней строчке списка недомоганий. Новый год не предполагает абсолютной трезвости. Как пить с умом, чтобы праздник получился веселым и самочувствие утром было хорошее? Норма высчитывается только в трезвом состоянии до застолья. Тогда каждый знает норму. Но стоит сесть за стол, и арифметика начинает сбиваться. Но чтобы не выпить лишнее на Новый год, следует придерживаться простых правил. Не пить на пустой желудок. Особенно нежелательно пить на пустой желудок шампанское. Оно газированное и быстро развивается состояние опьянения. Далее. После каждого тоста обязательно запивать и закусывать. Не смешивать за столом спиртные напитки. Например, шампанское не смешивать с водкой. Шампанское не смешивать с коньяком. Молодежь любит баловаться энергетическими напитками. Совершенно неприемлема смесь спиртного с энергетическими напитками. Потому что наступает ненужное возбуждение. То есть состояние совершенно нездоровое. В новогоднюю ночь праздничный стол ломится от различных блюд. Но далеко не все продукты сочетаются с алкоголем. Подскажите, каким закускам отдать предпочтение после произнесения тоста, а каких лучше избегать? Если вы потребляете крепкие спиртные напитки, не стоит их запивать газированной водой. Потому что углекислый газ, он способствует быстрейшему наступлению опьянения. Закусывайте традиционными белорусскими продуктами. Квашеная капуста, соленые огурцы, грибы, колбаса. Это надежно и проверено. А вот, например, экзотические продукты, типа креветки, крабы, экзотические фрукты я бы не рекомендовал. Потому что с крепкими напитками может наступить химическая реакция, и мы получим такой непредсказуемый эффект. Если все-таки уберечься не удалось, и год начинается с похмелья, как справиться с неприятными последствиями праздника и побыстрее прийти в себя? Лучшее средство от похмелья – это длительный сон. Нужно утром лечь спать и спать до обеда. И в обед вам станет легче. Потом вы скушаете супчик или бульончика горячего, и состояние еще улучшится. А к вечеру вы будете почти здоровы. Сходите на прогулку и восстановитесь к завтрашнему рабочему дню. Еще одно неприятное последствие новогоднего застолья – проблема с желудком. В удовольствие полакомиться в новогоднюю ночь себе не отказывают даже те, кто в остальные 364 дня сидит на диете. Ведь можно хоть раз в году расслабиться. Однако специалисты не устают твердить о вреде переедания. Чем может обернуться нашему организму неумеренность в еде в празднике? Острая, жирная и обильная пища может привести к острому холециститу, острому панкреатиту, функциональному расстройству кишечника. Как говорят в народе, несварению, которое проявляется диареей и рвотой. После новогоднего застолья нередко остаются салаты, вскрытые банки с соленьями, мясные и другие блюда. Бережливые хозяева складывают их в холодильник, чтобы потихонечку доесть в течение первых дней января. Каков срок хранения таких блюд? Ведь испорченный продукт – верный путь к отравлению. Салат, стоящий на столе, пригоден к употреблению в пищу 6 часов. Если просрочено это время, салаты нужно выбрасывать. Особенно это относится к мясным салатам с майонезом. Это типа оливье и тому подобное. Оливье – очень вкусный салат. Он действительно замечательный. Но это салат одноразового использования. Если он поставлен на стол, нужно его съесть до конца. И не годится, что мы его ставим в холодильник, когда на завтрак доедаем. Если делать мясную нарезку, то лучше взять копченую колбасу. Она может стоять на столе несколько часов и сохранять свои качества. Иногда на утро после праздничного застолья беспокоят боли и тяжесть в желудке. Как справиться с проблемой? Можно принять ферментные таблетки. Далее, если это не помогло, можно освободить желудок. Метод таким простым методом, как надавив двумя пальцами на корень языка. Нужно дать желудку покой. На следующий день ничего не кушать, ограничиться одним чаем. И желудок вот в таком спокойном состоянии через день восстановится и будет служить человеку так же, как и прежде. Говорят, чтобы избавиться от похмелья с утра, надо выпить еще немного алкоголя. Правда ли это? 100 граммов утром 1 января – это повод для очередного и вредного застолья. Поэтому лучше такой способ не употреблять. Говорят, чтобы не набирать вес во время праздников, нужно перед едой выпивать стакан воды с лимонным соком. Правда ли это? Думаю, что нет. Поскольку и вода, и лимонный сок обладают сильным сокогонным действием и возбуждают аппетит настолько сильно, что получится эффект сочностью до наоборот. Когда давление меняется, человека преследует головная боль, слабость, он быстро утомляется и не способен работать продуктивно. Осенью и зимой давление скачет чаще обычного – из-за погоды, стресса, вызванного праздниками, изменившегося рациона. Не терпите. Вызывайте врача. О том, как контролировать свое давление, далее в программе «Семейный доктор». Принято считать, что 120 на 80 – это эталонное давление, которое свидетельствует о том, что у человека все в порядке со здоровьем. Но оказывается, отклонение от этих показателей вовсе не говорит о проблеме. 120 на 80 – это среднестатистическая цифра. Есть еще такое понятие, как индивидуальная норма. Для каждого человека своя норма артериального давления. И эти индивидуальные нормы колеблются от 90 на 60 мм ртутного столба до 140 на 90 мм ртутного столба. Кому Вы порекомендуете постоянно контролировать свое давление? Постоянно контролировать свое давление должны люди с лабильным артериальным давлением, то есть с колеблющимся, с периодическими такими подскоками. Или же со стабильным артериальным давлением, у которых оно находится на уровне свыше 140 мм ртутного столба, то есть больных гипертонической болезнью. О гипертонии обычно говорят при постоянно повышенном давлении. А вот если у человека вдруг ни с того ни с сего резко повышается давление, что может быть тому причиной? Скачки давления обычно связаны с какими-то эмоциональными или физическими перегрузками. И скачок давления сам по себе не опасен. Опасен страх этого скачка. Опасность может быть только лишь в одном случае, если у человека есть врожденная аневризма артерии головного мозга. Но эти случаи единичны. Поэтому страх, он доминирует. И поэтому всегда, когда такая ситуация случается, нужно принять успокоительное средство. И давление снизится. Таким успокоительным средством может быть валериана, пустырник, пион и другие. Для того, чтобы можно было отслеживать скачки давления, необходим тонометр. Посоветуйте, как лучше выбрать прибор для измерения давления в домашних условиях? На что стоит обратить внимание? Рынок насыщен электронными тонометрами. Они действительно удобны. И поэтому для домашнего пользования подойдет любой электронный тонометр. Отличаются ли показатели электронного от механического? Отличаются. На 5-10 мм штуртного столба. Это нормально и ничего здесь не надо драматизировать. Просто каждый человек, который проводит самоконтроль, он должен пользоваться одним тонометром. Или электронным, или механическим. Тонометы на запястье есть такие действительно, но их показатели отличаются от тонометрии, которая производится на плече. Там давление пониже будет. Поговорим о правилах измерения давления. В какое время суток это лучше делать? Как проводить процедуру? Для самоконтроля артериального давления необходимо трехкратные изменения за день. Утром, днем и вечером. Это производится до еды, в спокойной обстановке, в положении сидя, чтобы манжетка находилась на уровне сердца. Если пациент в домашних условиях измерил давление, решил, что оно повышено и не консультируясь с врачом, начал заниматься самолечением. Всегда ли это оправдано? Самолечение при артериальной гипертензии всегда не оправдано, поскольку это серьезная проблема, серьезное заболевание. Это не простуда, где справляется иммунитет, так сказать, с болезнью. Здесь надо поступать грамотно и без врача эту проблему не решить. Чем может быть чревата попытка своими силами вылечить гипертонию? При неправильном применении лекарств может быть гипертонический криз, а также побочные действия медикаментов. А побочных действий достаточно много. Это и слабость, и резкое падение артериального давления, и отек лица, отек голени, импотенция может быть. Так что все это достаточно серьезно. Действительно ли разговорная речь может повысить артериальное давление? Такое мнение существует. Вот я хотела бы спросить это у доктора. Дело не в разговорной речи, а в том смысле, в том смысле, в котором передают слова. Если за словами стоит какой-то смысл, который задевает психику больного, конечно, давление повысится. Если психика не затронута, то разговорная речь никак не влияет. Правда ли, что артериальное давление у одного и того же человека, в зависимости от пары года и времени суток, может быть абсолютно разным? Если так, то почему это так происходит? В течение суток давление колеблется. Ночью самое низкое артериальное давление, а днем самое высокое. Все определяется психическим или физическим напряжением. Поэтому давление колеблется в течение суток. То же самое и с временами года. Например, летом при сильной жаре у гипертоников давление поднимется. Зимой при сильном морозе также поднимется. В таком межсезонье ветер, сырость, также есть повод для подъема давления. Поскольку все гипертоники метеозависимы. Всегда говорится о вреде высокого давления. Возникает вопрос, а влияет ли низкое давление на состояние здоровья человека? При низком давлении встречаются обмороки. Кроме того, низкое артериальное давление – это постоянный дискомфорт. Это холодные кисти, холодные стопы, это покалывание в области сердца, это слабость, это головные боли. Так что и низкое артериальное давление – это не есть хорошо, является источником проблем. Если вы заболели, у вас слабость, недомогание, боль, не испытывайте судьбу. Вызовите врача на дом или обратитесь в поликлинику. Пусть профессионал разберется, поставит вам диагноз, назначит лечение. Уважайте себя и свой организм. Будьте здоровы! Всего доброго вам!